У экспертов-криминалистов дело не в проворот. Даже свой профессиональный праздник они отмечают на работе. Проверяют подозрительные вещества и товары. Вот партия контрафактной китайской обуви. Хитрые мастера из Поднебесной под никому неведомый товарный знак спрятали лейбл известной фирмы. Таким образом, надеясь реализовать эти кроссовки здесь, на местных рынках. В наши обязанности входит исследование товара, которое проходит через государственную границу Российской Федерации. То есть те товары, которые таможенному органу кажутся непонятными, в которых возникают какие-то сомнения и возникает потребность прибегать к специальным познаниям обученных людей, назначается экспертиза. Экспертиза может проводиться на стадии таможенного контроля, административных, правонарушений или уголовных дел. Контрабандисты наносят вред не только экономике, но и природе Приморского края. Порой к экспертам попадают редкие виды рыб и животных. Их органы и шкуры высоко ценятся в китайской медицине и на черных рынках. Еще дороже продаются останки животных, которых уже нигде не встретишь. Так, например, при попытке вывоза за границу сотрудники таможни конфисковали очередную партию бивней мамонта. Если это бивень хорошее товарное качество, без вот таких вот плечен, то есть, ну, как правило, если он цельный, это будет уже цена от 30 тысяч за килограмм. Соответственно, некоторые бивни весят и по 20 килограмм, то есть, соответственно, можете понять, какие-то большие деньги, они выводятся тоннами, то есть, это огромный такой теневой поток денег на границу. Не прекращается охота и на женьшень. Это краснокнижное растение снова в центре внимания. Недавно была задержана рекордная партия незаконно добытого корня жизни. Здесь лежит порядка 35 килограмм микроссущего женьшеня. Это очень большая партия. У нас, в принципе, никогда не было такой партии. Здесь, как бы, вот, для примера, открытый пакет. Здесь, соответственно, 19 штук в каждом, там, от 1 до 2 килограмма. Может, чуть больше. Эта партия очень большая. Здесь порядка, возможно, 2,5 тысяч корней. Точно мы еще пересчитаем. Ориентировочная стоимость минимальная 11 миллионов рублей. То есть, это минимальная стоимость. Наверняка она возрастет какие-то раза в 2, может быть, даже в 3. Еще одна, можно сказать, традиционная область работы таможенных криминалистов – наркотики и оружие. И если с экспертизой второго все относительно просто, то с наркотиками все иначе. С ними у таможенников неравный бой. Ведь на создание незаконных веществ в специальной лаборатории работают долгие месяцы и годы. А у экспертов – на то, чтобы расшифровать вещество и узнать его состав – всего 20 дней. Штат из 47 высококвалифицированных сотрудников со своей работой справляется. Только за 9 месяцев этого года провели более 3,5 тысяч экспертных работ, исследовав при этом более 63 тысяч объектов. Результат – 155 административных и 2 уголовных дела. Илья Клименко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.